скальничек зараза как бритва плане в колеса влазить когда по местам где навален скальник едешь что надо ехать конечно аккуратненько у какая глыба глыба не назовешь я имею ввиду но все равно до кусок скалы такой он такой интересный здесь черненький и черненький здесь и светленький строение до камнях совсем другое утро доброе вот мы тут прижались с краешку спас дальний приморский край 8 утра сейчас поедем народ по ним потихоньку уже разъехался здесь которые стояли самое первое остальные кто торопится кто не торопится не все возвращаемся в нашу наш привычный режим работы мне такой режим не устраивает когда ты сначала спишь полдня у спалось правда не то что просто валялся спал а потом это потом полночи едешь не есть вырывал мальчик подмазался конечно маленечко вот полотенце положил из ножное под ноги потому что боссы ходишь ну и грязные вылазишь все равно как не крутите вымазываются потом здесь это светлый коврик он еще непонятно во что превратится летом тоже с полотенцем под ногами ездил домашний этот белый свет включить сюда на вчера задолбал а потом только сказал что вроде как успокоилась когда ехал 5 начала выключаться похоже сдает моя подруга скоро мы и отправим на свалку истории можно ехать коллега тачки везет много очень много машин народу идет машины везут то сами гонят кто везут что удивительно я думал что эти все траки только за байкальска гонят не нифига здесь нет а вот пока благовечность не прошел попадали все траки новые здесь какие-то другие я чуть название забыл какие-то ну грузовички гонят но они это не сит раки не дан фенки бедные сюда ну не выгодно по китаю по логистике туда ближе к тем переходам я всеобще думал что вся техника она идет через забайкальск не оказывается не то что вся но основная часть там вот эти все я тягачи имею мне тоже попадались траки там до этого до благовещенск сюда лучше вот здесь все все сит раков и не видел может может и шли ну и и не обращал внимание весь основном маленькие отсюда идут мелкие еще тут какие-то тут вот стояну шахматисты по моему едут шахманы тут вот как раз ночевали рядом со мной надо хорош балабольствовать всю твой чай допиваем поехали еще один пошел с машинками замотанное заклеенные чтоб камушки не по прилетали они очень многие но почти все идут у них все морды обклеены там какие-то специальные защиты а по этим по камням лупы только эти камни только вылетают по днищу там валят все там пацаны не свое погнали наших городских до города владивостока дождик хорошо на улице прохладненько свежо и того нам надо проехать 205 до места до стоянки в артеме может 203 может 202 все рядышком и все по пути не смысл куда-то в михайловку становиться завтра с утра слишком рано выезжать нету ладно чтоб там места были может найдется что-нибудь еще приедем то не поздно пол девятого если без пробок три часа нам доехать три часа доехать сходить шнурок поискать там по окрестностям салон аксессуаров телефонных найдем что-нибудь я думаю должно быть и все и ждать завтра вот этот участок вот дальней дальней речность проходишь там немножко от него еще отъезжаешь такая дорожка хреновенькая а потом в общем то вот сюда у нас паска здесь вся дорога такая хорошая широкая обочина хорошая вчера и в дождь и в темноте как бы ехать было в общем то довольно таки калфон и шестьсот пятьдесят уже от загрузки от выгрузки пробежал 204 получается 2 получится 2 850 а это не сам спастали это летно-хвалынская неважно интернет норм уже стоянка вроде бы тоже вот это по дорожной сети что нет какие-то дни приложение 2 выдает не знаю какие вот это я вот это узнаю на который сейчас стоял как сами вчера видели вместо балом принципе в любое время нужно стать так 28 до 28 мая воскресенье дай бог может завтра все получится не очень долго завтра уже двинем обратный путь что еще хотел сказать не выскочила с головой вспомним потом около 12 11-12 час должны приехать логически рассудить вот кстати спастальню тут начинается и то на синем ходе пробок быть больших еще не должно движение дальше стояло хорошо это вот звенит зараза кофе которое дружка сканерская мимановская есть на фирме подарили так дружка сканерская раньше она стояла не дребезжала ничего сейчас что-то дребезжит вот с правой стороны тоже тут площадка здесь можно подбирать начинать уже какая то есть может уже как стоянка ну и тут чуть дальше может километров 3-4 салон какой то с правой стороны можно тоже встать кафешка заправка там ну нормально себя вела сейчас что-то вот в последнее время стал прибежать не знаю почему устояла там без вопросов ну она не родная ну так в принципе чувствовался довольно там комфортно сейчас еще временами так не хочется ж никакую бумажку куда вставлять мановская кружка дома поменять на мановскую правильно по ней езжу кружка сканерская непорядок здесь на михайловке отсюда где-то час до стоянки тимка сказал что там Володя стоит Володя грузится в находке может уже уехал мы в михайловку заезжать не будем поедем прямиком до Артема 16 градусов сейчас пускай так и будет здесь ДТ 62 25 это постбайл так что сейчас еще остался штрафстощатка наверно здесь сколько там машин стоит а бал завод тут что-то там с цепетом связан буквально недалеко по правой стороне будет было и века сервис сейчас уже один самосвал хова стоит там и все Владивосток 206 вон он завод так понимаю наверное градообразующие предприятия может и дед конечно я могу ошибаться больше так как-то не ну во всяком случае с дороги не видно что тут это что-то еще работало кроме сферы услуг я имею ввиду или цементный может это вот с этим связано сейчас прочитаем здесь вот стелла указатель даже наверное может от завода километров пять ой я города стоянка здесь заправка в общем переночевать тоже можно пару раз я здесь ночевал спокойно все с этой стороны наверное ну да новоспаски цементный завод не желаю а вот этот дальнефтьевкодукт кафе мафе площадка большая тут же можно спокойно отдохнуть если что да вот тут наоборот спаска дальнего сюда в сторону михайловки здесь уже такая дорога она не ямы но она такая кривая в общем колбасит эту машину туда-сюда вправо-лево подкидывает это как ям нету но и ехать не расслабишься это сейчас до широкой потом широкая пойдет будет хорошо все потом правда там после ну вот объездная михайловки уссурийска там она тоже такая изряднейшим образом погулявшая а дальше уже все пойдет этот автобаны 4 полоска вот она вот такая вся кидает вправо-влево даже 80 не поедешь 70-75 и это максимум как и не старая посмотришь на асфальт подгулявшая изрядно до михайловки до уссурийска дорога норм а вот тут кусочек после первого поворота на уссурийск и до широкой в низинке так здесь хреновый совсем хреновый тихоньку-тихоньку надо ехать иначе улетишь в невесомость вот там у нас уссурийск михайловку проезжал как мы так с дороги то видно там стоянка забита вся там машина валом здесь же тоже граница с Китаем многие тут погрузок ждут кого нет ну мне сразу тоже надо было сюда с расчетом что мало ли может быть отсюда что-нибудь заберут чтобы не возвращаться с Артема как бы не очень далеко 67 до места но все равно куда 67 70 назад 70 это уже пробег ну а так как сейчас уже конкретика то по прямой ближе к месту и там совсем нам рядом останется ну почти приехали еще сейчас здесь безобразие проедем вот на ту гору поднимемся и все и оттуда уже пойдет широкая даже уже на гору пойдет там две полосы подъем а после нее уже пойдет широкая четырех полоска до самого воды востока и и поднимемся поднимемся и Продолжение следует... 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 красавчик халя джентльмены все могут ехать мы и они я имею ввиду с той стороны весовой габаритный контроль интересно сейчас выдаст мне превышение высоты как каждый раз как не еду мне превышение высоты показывают с проверим уже отрегулировали все эти разы и там вот как на эту вот если направо уходить перед этой решаться туда 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 в пор туда вот чтобы попасть кто же там тоже такая же рамка есть все же выдает постоянно как ездил превышение так постоянно два раза табу всего все два раза там превышение высоты выдавала все в общем мы почти прибыли сейчас сейчас поправей и на стояночку что 6 и 5 и 6 на паркинг и на паркинг и сразу сейчас заедем затем на следующем повороте поверните направо а что тут нельзя слушаться, она неправильно заводится потом вот сюда, вот с левой стороны, куда в прошлый раз ходила здесь, пойдем, шнурок поищем на следующем повороте поверните направо и мест тут, ее, на стоянка свободная на следующем повороте поверните направо мест валом или проложить выполните разворот там, где это разрешено затем на следующем повороте поверните налево и четыре километра мне отсюда, в общем через сто шестьдесят метров поверните налево затем на следующем повороте поверните налево есть кто живой? машин, да, я тебя выключу надо, батя, я спать так, маршрут изменить маршрут отменить а то все равно направо, если даже зацянуть то это я вот справа стоял, может дальше он туда поставит не знаю, сейчас придет, скажет где это разрешено, затем на следующем повороте поверните направо так, шуме я не отменил что ли? удалить переход поехали три километра привет, батя завтра полдевятого поеду да ну я не знаю, просто когда туда ставили справа, когда там куда скажете куда скажете не так, чтобы я с утра в полдевятого смог выехать не так а а нет не так не так а Фото. Фото. Очередное фото. 20 минут 12. Нормально. За 3 часа заехал. Чего он там пропал-то? Пропал, батя. Пропал, батя. Пропал, батя. Просил передачу выключить. Нейтралку включить. О, конец-то. Мне наше полдевятого я смог уехать. А где мы стояли? Ну, когда, как? Когда туда ставили? Нет. Ну, когда сюда ставили? Я же не знаю. Ощущение, что он как будто тут первый день работает. Так, чтобы туда ставить, то надо задом. Ну, надо задом толкать. Ну, надо задом толкать. И, конечно, я не знаю. Пропал, как говорится. Пропал, как будто это в 2-3-е. Пропал. 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 Продолжение следует... 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 регионов все это построено было 2012 году то есть уже больше десяти лет назад до этого здесь ничего не вообще ничего грунтовые дороги это вот академия мчс налево отдел милиции острова русского вдали он виднеется океанариум а это тоже там островки какие-то да вот остров скреплево он на входе пролива с фон восточный там стоит маяк типа пограничного такого я понял на входе в общего он не обитаем если не считать что маякова так необитаемый островок островов у нас очень много это у нас утром русский попов рейники рикарда острова римского курс курсакова тут целая и сам большой это русский получаем скидал несколько сот тысяч кинтаром не помню конечно цифр нифига себе какие тут виды открываются а это чего как это называется никуда не подойти никуда не подъехать все люди отдыхают день день как раз день позволяет какая красота а это в русский русский залив туда по прямой это где-то там находка до получаю туда вот торчит собачка это он там раз перед окина а фокина это же уже практически посередине между где-то у да где востоком и находкой а это вот здесь остров путятин а вот по прямой до острова из больших еще с той стороны путятин и оскольдно вот путятин видно немножко надо чуть-чуть он плохо видно и там все заставлено но люди отдыхают воскресенье обалдеть какая красота природа еще не съедена мы светли на это называется более классно да 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 там он а там волны там где вот обрыв там волны получается а где он песочек вот мы здесь купали и когда купальный сезон открывается у вас а в июне в июне уже в этом году наверное начнется раньше тепло раньше на месяц раньше зелень появилась с каждым годом все раньше и раньше теплее понятно дым отменяется ну нет смысла туда где наверное даже не стоит правда но зачем-то даже океанариума не видно вот этот центральный вход получается чтобы в него попасть там надо на автобусе потом дал потом автобус либо пешочка влево уйди куда там дорога влево сейчас сейчас подожди пока рассказываю значит здесь приходят автобусы рейсовые люди выходят или на машинах люди подъезжают он сколько машина я понял да потом идут через центральный вход а он пошел на особо сейчас или свой или на автобусе или пешком еще километра два океанариум конечно один из самых больших в мире поэтому рекомендую будет время как-нибудь досветить еще раз при на здоровый такой тут корпусов то наверно до большего несколько институтов сюда и так и более восточный политехнический институт дальневосточный государственный университет потом институт советской торговли убивает биотехнологии биоинженерии пищевых систем но сейчас очень много тут открылось конечно институтов в этом университете и это все к нему относятся это все все и полно здесь очень красивая видовая площадка внизу внизу здесь набережная хорошая очень большая тут кричал покидаем остров русский да не совсем еще со всем города скоро покинем проедем это я понимаю я имею ввиду что идем на когда приближаемся к мосту надо сюда ехал ту сторону моста снял она сейчас с этой стороны здесь а вот это мост еще далеко не на виды конечно просто потрясный контейнерово стоишь тут выгрузки здесь марс 1 1 10 больше вот этого сейчас все пушки стоят а точно точно да 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 оборону держит понятно понятно что это когда-то было такие батареи по всему побережью по всему побережью по всему городу владивосток укрепрайон вот крепость владивосток самая большая крепость собрать свои вот чем минус легкового автомобиля когда на мане наверху сижу мне сразу все видно а здесь я получается да и получается как раз ногу напротив периода сейчас страшно а этого что такое вот это вот а это пункт управление движением судов а всему и него с 8 вернее по всему приморскому побережью по всему побережью а вот там стоит по полу не видно что не видно по порту владивосток а а я смог там где амит то забудто понятно каждый бухте бухтах дорогу тоже расширили к саммиту а так было все три полосы прогресс у нас я представляю как у вас тут все стоял прогресс у нас очень большой произошел за саммита да к этому саммиту да я раньше ночевки не каждый камушек знал а теперь все перерыв это калинин это улица левиха шула калинина написано а это уже коленин район диамиды бухта диамид небольшая пункта которые тоже получаются бухты и и район приурочен или наоборот просто называется так на район диамид то что бухта диамид район строится тут в принципе когда мост построили значит он стоял давлел как бы на цель застройка это как по архитектурному смотреть потому что была тут нет низкая застройка я говорю чего-то не хватает надо чтобы вокруг подостроили больших домов и вот пожалуйста после мать слоя для вас роли кучу на волос этой стороны с той стороны все это точно то есть архитекторы не только явные архитекторы тоже что-то соображают все как тут я ездил да это золотой вот тут я в курсе ежик в тумане там грузился там порт этот рыбный первый раз я в рыбный приехал и там в этом причал у нас грузился я не помню какой но катушки забирал вот там так пистобаза или как она там песок раньше привозили ну да мальцевская мальцевская да перевал база песка и областей строит вот этот музейно-театральный комплекс вот этого да вот строительство которые наклонная кровля по ней будет идти лестницы и люди будут подниматься наверх и сверху на час не рассказывая потом кедовая площадка будет наблюдать театр будет музеи все известные филиалы российских музеев театральная школа здесь же на русском острове музыкальные школы будут а здесь театральная школа вон тро этот как называют трамвайчик на фуникулер не курю а алексей нам был рядом надо же больше здесь панорама на золотой рог на бухту золотой рог на центр владивостока на мыс чуркин а мыс и гершельт да отсюда шикарно конечно не всегда а вон впереди первые небоскреб у нас владивостоке 42 этажный который построит рядом с небоскребом а чё не в небоскребе я не слишком высоко нет мне не нравится и там как без окон без дверей там как а как у вас тут с эти сейсма вот это вот трясет здесь не трясет на изданную платье восток максимальная 6 баллов их бывает по три с половиной балла но это этого ни о чем да нет раз когда северная корея взорвала атомную бомбу нас хорошо притонула даже на вас это так родилось еще все своими приборами вот первое здание государственного университета примор владивосток дальневосточного государственного университета а потом остальное туда а сейчас даться туда сейчас здесь школа прокуратуры они его отремонтировали но наше телевидение справа боясь здесь был здесь высотки где-то связи до тут же высотки да да нет высотки ниже а начни в этом начнут высотки около здесь до высотки около театра имени города вот около театра по центру проедет а я тут ходил точно куда прокуратура приморского края я сшел лице открываем милиция краевое фсб красиво смотри тогда сейчас не успели к 9 мая ковырялись здесь сейчас красиво елочки посадили но еще как бы не очень загружен города я так понимаю наверно сегодня сегодня на пляже на даче до вечера тут единственная дорога можно сказать сделали вот из двухсторонний односторонний куда сливаются все потоки которые идут как в центр города так и из центра города разворачиваются за город что такое суток куда-то спешили пикать они смотрятся как влаги точно точно алые да да конечно домов настроили и 1 это узенькая для на единственно вот недавно построили самый короткий тротуар не заметила об этом писали а кстати заправка вода там наверно машин тоже нет полегче тут вообще пусто эту билет на там внизу конечно все кто бывает в владеостоке они пешком идут до майка ты наверно не пойдешь ну почему вы не да если хочешь сходить ну там это самое броковый смысле по воде да потому что размывает перемычку холодная вода сапоги на воду тут тоже припарковаться но но это ресторан рыбный голодающий один из самых популярных ресторанов вот это на курение конопли запрещено написано деятельно было написано курение конопли разрешено чем братцы мы с вами приехали на маяк припарковаться нет александр с людмилой сказали что тут уже тысячу раз были вы же здесь прожившие ритмой там место где-то парковки найдем а мы с вами пойдем на него сходим действующий маяк а остров русский вот он может как бы получается да увидите рукой подать и вот здесь вот собираются строить мост навесной чтобы разгрузить вот здесь вот ну и сами видите порт и вот это вот все до тяжеловато сюда конечно было очень доехать потому что одна единственная двухполосная дорога куча машин сейчас еще попроще так куча машин грузовики спорта контейнера то сказать все это но в общем тяжело здесь очень большие пробки просто сегодня воскресенье сами видели что за городом делается а мы с вами пойдем прийти на маяк приехать на маяк не увидите его вблизи никогда вблизи живой настоящий маяк не визит пойдем сходим посмотрим на него тут наверное если хорошая волна так через верх будет проливаться обалдеть живой настоящий маяк увижу рядышком кстати прикольно получилось смотрите да практически забивает вода так вообще классно да сделали такую искусственную нафиг хороший корабль пройдет хорошую волну подымет и она будет переливаться кстати здесь так и происходило ну вот братцы настоящий живой маяк и вот когда еще такое увидишь спасибо добрым людям александру людмиле воскресный день люди отдыхают должны приехали кстати далеко а сами понимаете где я в артеме на другом конце а другой конец города это не деревня гадюкино переехать из стороны в сторону владивосток с конца до одного конца на другой переехать простите меня этот квест еще тот и по времени и по ну и по всему обалдеет землю класс да я вам одно скажу вот это все что я сейчас наблюдаю что виситивы это все надо видеть живую поверьте камера камера это одно ну какой интересный корабль пошел какой-то такой раскраска такая какая-то у него ну что эх было бы сейчас темно еще увидели как он в сигнале огонь просто огонь будете здесь не поленитесь съездите как говорится александр анна щетинина первая первая в мире женщина капитан дальнего плавания ничего себе герой великой отечественной войны да водила корабли в ленд-лиз из америки возила вооружение да и это и ну и жива во время не осталось или погибла да конечно жива она дожила до старости молодец какая она потом здесь жила что ли да она жила в диостоке умерла канал на котором мы были я помню да вот ледокол стоит где вот этот это ледокол да вон еще один ледокол стоит ничего себе видишь отдыхают ну понятно зима север зимой ходят ого проводят сюда но это маленький ледокол это маленький да проводят сюда оболне тропалов с камчатский наверно туда и какой толщины вот этот вот может колоть льды где-то наверно полметра сантиметров 70 тут у нас есть большой это ленин или как называется а это северно-морской путь они там проводят которые ну там здоровые восточным морям они ну да тут для магадан вот тебе видишь мост под мостом мы были ну и туда на мосту были и там мы были сегодня и там и вон там вот вы были он тут проливчик помню канал канал это то ли лена да 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 вот проверьте остров лена стороны всегда успеем до ресторана быстро ресторан все что у нас как говорится финальный аккорд китайский да 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 надо не хал говорить да можно да класс я только палочками есть не умею предупреждаю сразу за с меня все смеются говорят это я пользуюсь я пользуюсь вилками не да я не могу я ее есть есть руками а с меня все смеются ну чё себе самое интересное тут вы посмотрите как кажется оп не хочет пожалуйста переговорить передает руку вот это только салат принесли вон те милые барышни ну ладно будем пробовать а что за салат мы заказали как салат называется мысль обжорка обжорка все снимаем спасибо он очень вкусный ближе подставь что ты ко мне приехала ты кто суп с лапшой суп с лапшой а его тоже палочками надо есть ну кто как кстати у вас александр холдов очень даже так это хорошо получается я не буду позориться понятно приятного аппетита в общем это финал губа джоу и кольца в кальмаре это губа джоу кальмар в кольцах это кальмар в кольцах все вот это все мы должны съесть нет такое не знаю тут заведение так вообще такое вы сюда часто ходите да ну бывает здесь недалеко от дома угу поэтому мы что в рациях не знаю как вам а мне понравилось прекрасно провели день еще раз спасибо александру спасибо его супруге людмиле с такие виды посмотрели шикарные как тут наш кормили все будет финал был вообще тоже изумительный покушали в китайском ресторане в общем спасибо им огромное за чудесный день сейчас время пол восьмого сейчас мы тут разгребем там наши завалы компьютерные туда-сюда никаких ужинов ничего примтрак будем отдыхать завтра нам работать еще раз спасибо 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 спасибо